Девочки чуть больше, у них немножко другой срез крыла. Главный технолог предприятия Александр Истомин знает все о своих подопечных. В этих гудящих клетках их около миллиона. В Мушином общежитии соседствуют два вида цокотух – саркофага и Люцилия Цезарь. Букашек не обижают, кормят сахаром и сухим молоком. Предприятие в Лебедянском районе стало пионером биотехнологии. Здесь уверены, мухи могут принести огромную пользу человечеству. Вот такие выростные шкафы, в них происходит выращивание и культивирование личинки. Личинки мух – настоящая кладезь полезных веществ. Содержат витамины, микроэлементы и огромное количество животного белка. Таким образом, из личинок получают первоклассные кормовые добавки для коров, свиней и кур. Производители уже сотрудничают с несколькими хозяйствами в Лепецкой области и других регионах, помогая повысить эффективность сельхозпредприятий. Вот это наш конечный продукт – белково-липидный концентрат. Этот концентрат применяется и с успехом на предприятиях животноводства, птицеводства и рыбоводства. Животные меньше болеют, у них укрепляется иммунитет, увеличиваются привесы, а также уменьшается потребление кормов. Со временем эта продукция может стать заменой рыбной и костной муки. Один из плюсов такого производства в том, что оно не наносит вреда экологии. Наоборот, может решиться одной из самых острых проблем сельского хозяйства. Мухи могут перерабатывать отходы животноводческих ферм. Питаясь, насекомые выбрасывают природные антибиотики и обеззараживают пространство вокруг себя. Эти личинки – еще и своеобразный хирургический инструмент. Используются в разных странах в медицине для лечения труднозаживающих ран. Личинки выедают отмершие ткани, не трогая здоровые. При этом выделяют ферменты, которые способствуют быстрому заживлению. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова